Приветствую всех! В одном из прошлых видео я показывал ручки для армейсинга собственного производства. И сегодня я хотел бы показать, как в слабо подготовленных для этого условиях можно эффективно тренироваться с этой ручкой. Живя в России, я всецело осознаю всю сложность в финансах, поэтому философия моей ручки стала функциональной за минимальный бюджет. Как раз таки последние две недели я потратил на то, чтобы усовершенствовать конструкцию ручки из прошлого видео. Представляю на ваш суд то, что получилось. Капролонный подшипник зарекомендовал себя хорошо. Как я уже говорил, в отличие от металлического, он износоустойчивее, доступнее, легче и не требует смазки. Для удешевления прошлой ручки я использовал болты и гайки, самое доступное из возможного. Но в моей жизни случился случай и случай принес на состройки соседнего дома некоторый материал совершенно бесплатный. Плюс натолкнули другие способы компоновки, что и позволило снизить цену. И это еще не все. На ручках будет вот такое клеймо с логотипом моего канала. Распакуйте и сами увидите. В общем, новый вариант ручки будет стоить 1500 рублей. И так как осталось несколько ручек старой конструкции, их я распродаю за 1400 рублей. Все ссылки будут в описании под этим видео. Пишем в личку контакта и директ инстаграма. Кстати, цвета, в которые можно покрасить ручку, это черный, серебристый и красный. Но если будут индивидуальные предпочтения, пишите, мы обсудим. На этом моя работа не закончена. Недавно изготовил вот такую экспериментальную конусную ручку. Также поигрался с формой ручки, чтобы вывести самую лучшую. И уже изготавливается ручка на ремнях. Поэтому, ребята, пишите ваши предложения, мы их обсудим, и я пойму, что вам нужно. Итак, у нас есть ручка. Какие упражнения можем делать в домашних условиях? Представим, что у нас минимум инвентаря. В моем зале есть инвентарь, но мы создаем ситуацию, при которой у нас практически ничего нет. На данном этапе видео все, что нам понадобится, вот такая лямочка, либо это может быть ремень, обыкновенный кожаный ремень. Также это может быть канат и любая тряпка, которая похожа на рамку. Все, что вам нужно. Найти ее не составит труда никому. В роли тягощения выступает вот такой брин. Если у вас нет длина, то в роли тягощения могут выступать старые гантели советского образца, да или просто гантели, гири, любые железки и старое барахло, которое можно подвязать этой лямкой. Как говорил автор канала «Железный рейтинг», это спорт для ленивых. Я с ним полностью согласен, а еще я хочу от себя добавить, что это спорт для малоимущих, потому что для этого спорта практически ничего не нужно. Вот мы берем наше отягощение. Вот мы видим ручку. Скрепляем их. Первое, что приходит в долгу, это упражнение на кисть. Вот таким вот образом с колена. Можно сделать с пальцем, и без. Далее тоже одно из элементарных упражнений. Надподъем на бицепс с работой на кисть. Вот таким вот образом. Также попеременно можно делать с пальцем и без. Если у вас есть какой-то упор, вы можете упереть либо в живот, либо в скамью скота, если такая дома имеется. Но навряд ли. Мы ведь рассматриваем бичевый вариант, как я вам показываю. Далее будут упражнения на кисть, но уже из-за разряда спортсменов, которые занимаются армлифтингом. То бишь подъем веса через якобы роллинг тандер. В роли роллинг тандера будет выступать наша ручка. Снимаем таким вот образом. Уменьшаем длину нашей лямки и просто встаем в стойку и поднимаем. Вот таким вот образом. Укрепляю хват и кисть. У зуба, да и у каждого армрессера есть резина дома, либо какой-нибудь резиновый жгут. Либо вот от советских тренажеров, которые растягивали вот таким вот образом, полигону такая осталась. Что же можно сделать? Берем любой резиновый жгут, который сможем найти и просто крепим к нему ручку. За неимением блока можно использовать вот такой вариант проработки боковых движений. Можно работать на бок таким образом, можно работать на крюк, можно даже поворачивать наверх. Резина это позволяет. Главное те же жгут. Я думаю, что это не составит труда обычному армрессеру, который занимается в домашних условиях, либо на улице. Главное иметь с собой ручку и просто немножко фантазии. Можно также делать различные удержания, различного рода смена углов на себя, к плечу, давление просто на бок, даже давление на трипсис можно сымитировать. Все что угодно, главное немножко фантазии. Также не забываем, что можно проработать кисти пальца. Вот таким вот образом можно проработать пальцы, увеличивая нагрузку отходом назад, тем самым натягивая резину и дорабатывая кистью. Тоже очень даже неплохо. Также регулируя угол наклона, можно корректировать углы натяжения и поступление давления на вашу руку. Вот таким вот образом можно работать, как будто бы за столом. Можно работать даже на бок, имитируя движение. Все что ваше душе угодно, просто применяйте фантазию. Всем пока!